Я всей головой сейчас нахожусь в посланиях Ефесянам, потому что преподаю их на библейском институте нашем. И сегодня тема, которую я буду проповедовать, три тайны из послания Ефесян. Тайна. Сод. На еврите Сод. Я думаю, что мы уже слышали в общине не раз, когда мы называли такое странное слово на еврите, оно по-русски переводится как Сад, а на еврите звучит как Пардес. Помните? Пардес. Что обозначают? Пэй, Рэш, Далет, Весамы. Кто-то помнит? Пшат, Рэмес, Драш, Весот. То есть простое толкование, Рэмес, Знамек, Дэ, Драш, Весес, Самых, это Сод. Тайна. Тайна в священных писаниях. Тайны в священных писаниях очень много. И Пардес это схема еврейского толкования. Я вижу, некоторые на меня смотрят с такими глазами, как будто вы никогда этого не слышали. Мы минимум это раз в 15 говорили в общине, но не важно. Напомним еще раз. Итак, Самых, обозначающих Сод или Тайну. Тайна. В Слове Божьем переоден... Вот стул есть. В Слове Божьем есть слово Тайна не один раз. И обычно тайны, тайные вещи, они передаются людям, близким, не Куравим, которые близко. Допустим, вот мы сейчас смотрим какие-нибудь новости по телевизору. Все, успокоились все. Суета сошла, да? Новости по телевизору смотрим. И мы вот слышим, этот Джон Керри разговаривает с Натанияху, потом он едет в палестинскую автономию, там говорит. Говорит, нам выкидывают какие-то поверхностные такие штуки, все будет хорошо, все поженятся. А мы знаем, что там за занавесью есть какие-то тайные переговоры. Что-то они там знают такого, чего мы не знаем. Что-то договариваются друг с другом, о чем мы никогда не слышали. Я вам дам маленький пример, тайны, которые становятся явью. Все кричали, о, забор безопасности, вы угнетаете нас, высадите нас за эту многометровую бетонную стенку. Кто знает, про что я говорю? Но, все так кричали, да? Но заказ на исполнение постройки этой стены берет сын председателя палестинской автономии. На его заводе отливается все, человек в течение нескольких лет становится мультимиллионером. То есть, вещи, которые от людей как бы скрыты, но там внутри какие-то вещи происходят. О, вот это вот тайна, тайна, сон. На самом деле, когда Ешуа ходит со своими учениками, он иногда им тоже открывает особые тайны. К примеру, помните, он рассказывает много притч, а потом они уходят в отдельное место, и он те притчи, которые объявлял перед всеми, он говорит, сейчас я вам расскажу, что значат эти притчи, тайны. Вот, у меня к вам вопрос, мысли, попробуйте, вот, для чего нужно было вот эти тайны, вот, своим приближенным ученикам раскрывать, а всем им не нужно было говорить. Какие мысли, для чего человек вот узнал тайну, что она ему делает? Заставляет думать. Заставляет думать. Хорошо, еще. Ответственность. Дает ответственность. Правильно, наверняка. То есть, человек, который как бы оказался в сложных интерпретациях, пониманиях, у него возрастает ответственность. Правильное поступление. Доверие. Доверие. Выражение явного доверия. И учить правильно поступить. То есть, это не что-то общее. Еще какие мысли? У него больше информации. Он более... Владеет ситуацией. То есть, если говорить это в духовном языке, возможно, Бог дает какой-то ключ, чтобы человек, приближенный, посвященный во что-то особенное, мог больше говорить. То есть, ну, все это правильно. Уверен, что если я поспрашиваю еще, еще 5-7 ответов будут крайне вескими. У кого-то есть быстро такое еще? Для чего? Для чего он, вот, в Писаниях есть люди, которые были посвящены в тайны? Учительствовать. Хорошо научить других. И от правильности власть приходит. Власть приходит. Власть приходит. Духовная власть приходит. Сегодня Дима давал Пороша Чавуа, недельную интерпретацию. И он сказал, что вера. То есть, приходит какое-то понимание, которое что-то там внутри приоткрывает. И ты становишься участником какой-то власти. Духовной власти. На самом деле, это все сопряжено и с ответственностью, и со святой жизнью. То есть, одно без другого не может быть. Нет такого, что ты там какую-то тайну от Господа поднял, а Валь, твоя жизнь наполовину блудная, и ты хочешь святым чем-то распоряжаться. Ничего это не сработает. Это все только будет бла-бла-бла. Но, когда есть посвящение и святость, то да, Господь наполняет нас познанием и верой в определенных вещах. Тайна. Еще говорит. Вам, тем, которые приближаются ко мне. На русском языке звучит очень оно, ну, приближаются, приближаются. На иврите это могло бы звучать мекубалим. Мекубалим тем, которые киблю, или идь каблю. Очень похоже на слово какое? Кабала. Все сразу немножко встрепенулись. Вы знаете, такие элементы, да, там присутствуют. Особенно, когда мы пытаемся понять тайну. Сегодня я буду говорить про тайну трех. Почему тайна трех? Потому что в послании Ефесянам апостол Павел три раза в первой, в третьей, в пятой главе выражается «тайна была мне возвещена». Мы про эти три тайны вкратце поговорим. Но их, то есть три, я попробовал подумать, где вот слово «три» в Танахе еще использовалось. И, может, это поможет мне? Три, шалош. В Танахе. Вы сейчас про Новый Завет говорите. Как? Три ангела, которые пришли к Авраму. Еще. Аврам, Исаак и Яков. Трое, хорошо. Ну, еще. Ну, подумаем. Три. Три. Помогу. В Йом-ш-лиши. Помните? В Йом-ш-лиши. Чамайм в Йарец. Первый день. И потом второй день. И в третий день что-то было сотворено. В Йом-ш-лиши кто-то из живущих в Израиле замечает, что некоторые магазины в Йом-ш-лиши работают полдня. Знаете, почему это случается? Ну-ка, напомните мне почему. А почему? Вечером скидки есть. Нет, скидки есть, но не поэтому. Почему? Потому что, если вы читаете внимательно, когда Бог творит что-то, в Йом-ш-лиши, Он дважды говорит китов. Каждый день сказано один раз китов. И увидел Бог и сказал, хорошо это. А в Йом-ш-лиши во вторник, Он дважды говорит китов, потому что воду и землю разделил, и потом произрастил траву живую. Там помаем китов. С тех пор в Израиле, это вот как мы приехали в 90-м году, особенно строительные магазины, овощные магазины, они закрываются там, где полдня рабочие. Еще кто-то может вспомнить что-то с тремя, со словом три связанное? Такого выражения, ну да, в Новом Завете есть. Я сейчас говорю про Атанах. Ну, что? Помни? Сыновья Ноя. Сыновья Ноя. Ну, ладно, хорошо. Окей, сны в снах порог. Помните, нитка в трое скрученная? Помните, да? Мы сегодня вкратце поговорим о трех. Первое. Йомшниши. Три патриарха. Авраам, Исаак и Яков. И нитка трое скрученная. Что интересно, апостол Павел в послании к Ефесянам просто берет вот эти три тайны. В послании к Ефесянам он интерпретирует их для Ефесянам, для Гоим. Но там есть как бы что-то, что миротек. Я вот задался таким вопросом, поэтому я начал с этого. Ну, хорошо, узнаем мы тайну. Что эта тайна для нас делает? И ответы были. Она поддаст некоторым чувство. Вау, я нырнул немножко глубже. Возможно, во мне что-то пробудилось. Может быть, в этом есть что-то мистическое. Но так оно, наверное, и работает. Ладно, еще раз. Итак, первое. На третий день Писание говорит, и это написано в Бытие, первая глава, с 9 по 13 стих. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место явится, и стало так, и назвал Бог сушу, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо». Первый раз он сказал «хорошо». «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую сремя, дерево полодовитое, приносящее по плоду своему и так далее, и произвела это все, и написано в 12 стихе, и увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, йом, гаш, лиши». Третий день. Итак, первый раз, первый раз, вот эта вот таинственная штука, когда Господь чем-то в природе проявляет, и что-то вот происходит. Вода разделяется, то есть не сплошной покров воды. И твердь под небом он сделал, из этого потоп потом изливался, ну, если для тех, кто не знает. И также разделил воду на океан, и выявилась суша. Это первый акт творения, который Бог вот прямо с землей сделал. И земля произвела зелень. То есть что-то, что явно гармонирует в творении. В параллели этому апостол Павел пишет в первой главе послания Ефесяна. Мы можем открыть с седьмого стиха. Давайте откроем вместе и прочитаем вместе. В котором, то есть в Ешуа, мы имеем искупление крови, его прощение по богатству и благодати. Его дальше. Который он при избытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. То есть он нас искупил и дает нам постепенно какую-то мудрость. Какой-то мудростью наполняет нас. Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которую он прежде положил в нем. Дальше. Устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главой Машехом. Достаточно. То есть здесь подчеркивается странная штука. Он дал нам открыть тайну, что Ешуа, что Машех, он в себе соединяет и земное, и небесное. Теперь послушайте. Израиль в ожидании Машеха находился примерно с тех времен, как они подошли к горе огненной. Вы помните, они подошли к горе огненной, наши предки, и стояли там, и голос говорил. И написано, что после двух речений Господа, я есть и не сотвори. После этого народ сказал Маше, мы не можем больше стоять в присутствии этого голоса. Ты сам поднимись туда и говори к нам. И в другом месте, во второзаконии, комментируя этот стих, сам Маше пишет, и тогда стали вы просить посредника. Вы стали говорить, мы не можем слышать. И написано во второзаконии, понравилось слово сие Господу. И сказал он вам, дам вам пророка подобного Маше, который придет и научит вас всему. То есть, с тех времен народ примерно ожидал кого-то, кто придет. И каждое поколение по-своему ожидало вот этого пророка, который придет. К времени, когда Ешуа родился и вошел в свое служение, в сознании народа уже была сформирована определенная позиция, каким должен быть Маше. Кто-то знает, каким ожидали Маше евреи первого века. Кто-то знает, какие-то мысли. Каким он должен был быть? Ну, метр восемьдесят, разумеется, ростом. С еврейской семьи, с голубыми глазами, дальше. На белом коне, обрезанный на восьмой день. Обязательно. И обязательно на белом коне, это точно. Ладно, давайте сейчас серьезно. Ну, допустим, в Бетлехе, они знали примерно, где он родится. Хорошо. Они подпринимали, ожидали, что придет политический лидер, который, как минимум, решит вопросы зависимости Израиля. То есть, сделает Израиль вместо хвоста, сделает головою. То есть, освободит от всех римлян, греков и всех остальных. Ладно, еще. Очень правильно. Политический и, возможно, политический, религиозный лидер, Исайя, очень четко, это было до времен рождения Иешуа, и это было сформированное мнение, сказал такие слова, Машиах, он заключит с вами, или для вас, Новый Завет. И будет, когда заключу, но, то есть, он сделает что-то с Торой. Это было ожидание, что это будет политический лидер, очень серьезный, и это будет человек, который в них не в Тору, даже, возможно, покруче, чем тот, который ее писал, имеется в виду Муше, а именно, Муше дал свитки, стрижали, а этот возьмет и, куда он ее поместит, кто-то помнит? Сердце. И на сердце напишет. Итак, политический и религиозный лидер. Еще чего ожидали от Машиаха? Как минимум ожидали чудес. Был даже такой кодекс пяти проверок. Ну, почему бы и нет? Ведь Муше совершал чудеса, а значит, тот, который придет как Муше, должен тоже их совершать. И Писание говорит, что Ешуа, когда пришел, реально совершал чудеса. Итак, ожидали политического, религиозного и чудотворного, лидера. Что мы получили? Что мы получили то, с чем до сегодняшнего дня многие евреи не в состоянии смириться и справиться. Политического не получили. Потому что в тот момент, когда Ешуа стал пользоваться огромной популярностью и даже, наверное, предлагали ему и не раз давай возглавим сопротивление, он сказал фразу, что мое царство не от века сего. Он сказал, не моя задача сейчас возглавить все вот это, но когда все исправится, Писание говорит, вернется, и Данииле очень четко сказано, и царство его наполнит землю и все, и будет все во всем. То есть, как политическое единице, оно еще не реализовано, но мы ожидаем. Мы можем на это сказать амин? Но в религиозной позиции, в позиции как религиозный лидер, Ешуа повел за собою огромную массу людей. Нет никаких сомнений. И есть около новозаветные книги, исторические книги, которые говорят, что в Эрес Исраэль были массы людей, которые в те времена следовали за Ешуа, и некоторые сравнения говорят, что мессианских евреев, по всей видимости, в Иерусалиме первого века было больше, чем фарисеев. Я не буду эту тему сейчас развивать, она не по теме, но это можно показать вам из Нового Завета, из книг Флавия, из книг Евсевия Пансила. Это очень явно и просто видно. Мессианских было больше, но потом было несколько политических трюков, и их число стало резко падать, надеемся, оно опять возрастет. И так, как религиозный лидер, он да, состоялся, как человек творящий чудеса тоже состоялся, но это вот три ожидания. Политик, религиозный чудес, чудотворец, это то, что народ ожидал. В Ефесянах, можно высветить там тайна сия, Павел говорит, но не только это оказалось есть наш Машия, не только то, что вы ожидали, а еще то, нет, 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 в первом стихе, в первой главе, то, что было высвечено, да, первое, один, десять, девятый, Открыв нам тайну своей воли, мы будем пропускать какие-то тексты, которые добавлены, Он открыл нам тайну своей воли, десятый стих, в нем, в нем, Ешуа, он устроил полноту времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Машиахом, то есть, Ешуа, Машиах, он должен был стать тем царем царей, о чем смутно предположил Даниил, но, наверняка, когда еще воскрес из мертвых и победил смерть, написано в других местах за претерпение смерти сей был удостоен верхних позиций и стал главою всего. Апостол Павел в своих других посланиях он пишет, ибо было благоугодно Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота и чтобы посредством его, то есть, Машиаха, примирить с собою с Творцом все умилостив через него кровью креста его и земное и небесное. В другом месте апостол Павел в филиппийцах пишет такие слова он, будучи образом Божьим не почитал хищением быть равным Богу, но умничижил себя, это был секрет. Каким образом Ешуа стал над всеми? Почему мы говорим об этом? Мы с трудом это все понимаем, мы с трудом этим всем можем пользоваться, но может быть только в некоторых аспектах. В чем мы можем пользоваться тем, что Ешуа царь царей? Чем мы можем пользоваться этим? Осознанием того, что мы принадлежим ему? Абсолютно так. Но допустим, в Деяниях Апостолов есть интересная история. Там сыны первосвященника Скевы изгоняли бесов. Помните эту ситуацию? И написано, что попробовали новую методику. Говорит, давайте будем изгонять бесов. Не как мы раньше там шафар трубили и звезду Давида рисовали. Давайте попробуем именем Ешуа, как Павел практикует. И написано, что бес их поколотил, сказал, Ешуа мне известен, и Павла я знаю, а вы кто такие? Но в других местах Писания написано, что когда Павел и другие апостолы служили людям одержимыми бесами, то люди освобождались. И во имя Ешуа даже болезни отступали. Имя Господа известно в духовном мире. И я думаю, что многие из нас из нашей ежедневной рутины забот, телефона, айфона, имейлов, работы, денег, семьи, готовки, прочих вещей, мы забываем, что Бог нам вручил нечто очень серьезное. Я на прошлой неделе говорил об этом, и сегодня повторюсь, мы как верующие в Ешуа, по всей видимости, слишком мало пользуемся магией этого имени. Когда вы молитесь, просите Бога во имя Господа, просите Небесный Отец во имя Ешуа, открой мне. Это ключик. Небесный Отец, пожалуйста, реши мне эту задачу во имя Ешуа. И если наша молитва будет по Его воле, то будет что-то включаться намного более интенсивно. Испытай Его, если не знаешь, испытай Его. Итак, первая параллель что-то с творением Йомш-Лиши и тайна позиции Машиаха, что он восседает над водами, небесами, землей и над всем произрастающим, над всем творением, над всем миром. Другая тайна, тайна номер два, числа три. Игорь сказал три патриарха. И все, наверное, помнят песню, которую мы периодически на праздник Песох поем. включить ту песню, что я тебе переслал? Два мы знали. Уже некоторые начали подпевать. для тех, кто не знает, иврит, там написано, одного мы все знаем, Творца, Который сотворил небеса. И два мы знаем, две скрижа Лизавета. И три мы знаем, три про отца, Авраам, Ицхак и Яков. Так вот, по поводу них, в протестантском мире есть только какие-то образы. Да, там был такой мужичок, Авраам, богатый был, Бог с ним разговаривал. Потом был у него еще один сын, Ицхак, который под старость ослеп, и как я слышал в одной проповеди, стал обжорой. И за то, что он стал обжорой, его сын подкупил, козу ему принес, вареную, он его благословил. А был еще один Яков, который всю жизнь только казино занимался, разводил братьев. Вот такое мнение по поводу этих трех в протестантском мире. К сожалению, это так, но протестантский мир не дотягивает простую штуку, что даже каждый уверовавший в Иешуа не просто стал усыновленным Господу, но стал детем Авраама. И если ты не почитаешь про отцов и не понимаешь, что через них Господь сделал, то не могу сказать грош цена твоей вере, но есть проблема с твоим пониманием. Вы знаете, через этих троих Господь заложил основание того строения, в которое сегодня входим мы все, и Израиль, и язычники, уверовавшие через Иешуа. Потому что с этими тремя особенным образом говорил Господь, к этим троим являлись ангелы, как будто вот я вот сегодня прихожу, встречаюсь с вами в Шаббат, с ними ангелы таким же образом встречались, с кем еще встречались ангелы подобным образом, это были непростые люди, и Господь вложил в них и через них основание очень простой идеи. Эта идея называлась Исраэль, который стал инструментом, мы про это говорим очень много, в руках Господа, которым Бог решил мир исправить, потому что весь мир стал большим Вавилоном. Помните историю? Мир стал большим Вавилоном, Бог избирает Израиль, я знаю, некоторые усмехаются, я каждый раз про это говорю, потому что это так важно. Бог взял Израиль благодаря этим трем праотцам и сделал Израиль инструментом в своих руках, о малочисленный Израиль, я сделаю тебя зубилом и ты будешь горы разгрушать. Это назначение Израиля. Из тебя произойдет Машия, который тебя сделает еще более мощным инструментом, но мало того, этот Машия воссияет светом народов. Помните, когда Симеон держал Ешио на руках младенца и благословлял, говорит, сей есть свет просвещению язычникам, то есть просветить язычников, чтобы они там в тени не остались. И слава народу моего Израиля, что значит слава? Восстановление, прославить, осветить, привидеть Господу, сделать более способным. Так вот, очень интересно, что тайна вторая тайна трех патриархов, Павлом в послании Ефесянам выражается в следующих стихах, давайте мы откроем сейчас Ефесянам третья глава с третьего по седьмой стихи прочитаем, что Павел говорит о своей тайне. Павел говорит, мне через откровение не просто так возвещена тайна. Дальше, что вы читая, можете разуметь мое разумение тайны Христовой, тайны Машиев, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих. Вы знаете, что я не очень согласен, что она не была возвещена, она была да, возвещена, но она была немного завуалирована, а ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым. Дальше, чтобы язычникам быть наследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования в него в Ешуа или через Ешуа. Достаточно. Вы слушайте. Тайна, в чем заключалась тайна? Что Бог хотел взять к Израилю прилепить язычников через Ешуа. Но евреи этого они очень как факт рассматривали, что мы этого очень сильно хотим. На протяжении веков они подозревали, что они что-то должны с язычниками сделать. Вы знаете, что обозначает слово Ягуда? Носящий славу Бога. Не по собственному дару, а выносящий ее вне. То есть в самом имени Израиля и Ягуда было заложено тайно откровение истину о Творце перенести дальше язычникам. Язычники погрязли в Вавилоне. Они поклонялись непонятно кому, непонятно сколько, непонятно зачем. Но Бог сказал, я вытащу вас Авраамом, Ицхаком, Яковом, я вытащу вас Израилем. Он вытащил имя посредством лучшего сынов Израилев чьего имя как звучит? Ишуа Амашех. И Израиль не очень был готов к этому. И даже первые уверовавшие наезжали на ошарашенного видением апостола Петра. Помните? Петр пошел повинуясь видению и благовествовал спасения язычников дом у Корнилия. Помните эту ситуацию? А потом получил по шапке от своих братьев. И ему приходилось только в деяниях апостолов как минимум 3-4 раза оправдываться. И он говорил, братья, только не исключайте меня, не отрывайте меня, это не я сам. Помните, как отец Федор? Не по своей воле, а том воле жены моей пошел в свящной заводик. Помните, да? Я не хотел, но Дух Святой меня заставил. Он мне в видении явил какой-то скатерть, там было все такое, и меня заставили пойти и благовествовать. Вот я не хотел, я думаю, еще меньше хотел апостол Павел, который был ультра-ортодокс, но в отличие от апостола Петра, который намного круче, по всей видимости, знал писание и толкование, и который знал вещи, что Израилю предначертано стать инструментом в руках Творца, чтобы язычников подтянуть. И поэтому он говорит, в один день Господь мне просто тайну открыл. Тайна, чтобы язычники прилепились к Израилю, к той части, которая познала путь, чтобы спастись, чтобы избавиться. Третий раз, когда мы читаем про тайну числа трех в Танахе, я уже сказал какое-то место из Экклесиаста. Помни, давайте прочитаем, что там написано. Экклесиаст, давайте мы откроем мы откроем четвертую главу, одиннадцатый, двенадцатый стих. Также если лежат двое, то тепло ему одному как согреться. Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная нескоро порвется. Эти стихи явно говорят о браке, не об однополом браке, а о браке мужчины и женщины. И они говорят, что когда двое женятся, им тепло. Писание на эту тему многократно говорит, и двое станут одна плоть, и прочее, и прочее. Но экклесиаст в переводе царь Соломон, который писал это послание, знал тайну, у него в жизни случались и жены, и отступления. Но благодаря тому, что мы читаем, что он написал хоть в царствах, в Паралипоменоне написано, что и в последние годы стал царь Соломон служить идолом, чтобы удовлетворить желания жен своих. По всей видимости, после этого, вот он экклесиаста пишет, уже как человек раскаявшийся, и говорит, что двое, муж с женой, это классно, но когда их объединяет вера, это что-то несравненно драгоценное, которое делает их союз настолько крепким, что он не может порваться. Здесь, конечно, мы можем задаться вопросом, а что, разве у верующих не случается разводов? К сожалению, случается, но здесь просто нужно взвесить, какие были основания брака. Поэтому, первое, когда женимся, женимся с желанием, любовью, верой и откровением, второе, это должно быть с призыванием имени Господа, чтобы объединил и связал брак, потому что такой брак, скрученный вместе, он от времени только крепчает, он не распадается, он становится только крепче, но здесь про брак написано. Давайте сейчас перенесемся в послание Ефесянам, и это пятая глава, и там Павел как будто под копирку копирует то же самое, пятая глава с 28 по 33 стих. Написано, так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь, к елу, экклесию. Потом меня немножко смущает все время слово церковь, понимаете почему, потому что у израильтян в голове церкови это сразу хоругви и крестные ходы, а слово экклесия или кигела, община, гуфа машех, тело машеха, как бы в моей голове оно лучше звучит, потому что мы члены тела его, от плоти его, от костей его, посему оставить человек отца своего и мать свою, и прилепиться к жене своей, и будет двое одна плоть, и вот он в 32 стихе говорит, тайна сия велика, я говорю по отношению к машеху и к церкви, и как каждый из вас любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа, что здесь Павел написал, какая тайна, каким образом он подтянул экклесиаста с ниткой вкрученной втрое, муж, жена и церковь, и машех, к чему все это? очень бегло взаимоотношения мужчины и женщины на иврите в бытие обозначены словом ладат, познать, и познал Адам жену свою, помните эти слова, да? Ладат, дерево, которому его не пускали в Эдемском саду, тоже означало ладат, познание добра и зла, по всей видимости, Адам просто поспешил, мы не будем вдаваться в подробности, как мы мыслим, почему Адам согрешил, и это намного сложнее, чем просто она шла, ей яблоко понравилось, и она подумала, вау, я такой сорт яблок никогда и не пробовала, это было посложнее, чем это, но факт, что там, в Эдемском саду, они чего-то пропустили, они пришли туда уже не подготовленные, если бы они туда в Эдемский сад ваших, то есть не в Эдемский сад, а в то место, где была договорена встреча с Господом, в Йома-Руах, в Шаббат, по всей видимости, должна была совершиться какая-то встреча с Господом, не на уровне, разрешите представиться, разрешите представиться, совершенно на другом уровне, Господь есть Дух, и поклоняющиеся Ему поклоняются в Духе, и в Истине, должно было быть какое-то ладат, познание, проникновение, связь, даже до сегодняшнего дня в мистическом каббализме, или в мистическом иудаизме, когда рассматривают книгу, песни, песней, которая говорит об отношении мужчины и женщины, рассматривается тайна соединения с Творцом, образно, Писания без конца говорят, что наш земной брак, это подобие грядущих взаимоотношений между Богом и людьми. Смотрите, что написано в Танахе. Исайя, 54 глава, 5 стих, но таких стихов подобных ему целая масса в Танахе. Там написано, ибо Творец есть супруг Твой, Господь Соворот имя Ему, и Искупитель Твой Святый Израилем, Богом всей земли назовется Он. Здесь говорится, что Бог говорит, я езем кто? Супруг. То есть Он сравнивает себя с мужем, а людей, в данном случае Израиля, но в потенциале Богом всей земли назовется Он, что Он будет наполнять всех. Об этом мы читаем в Откровении, все скиния Бога с человеком, и так будет в вечности. Помните 21 глава, но в чем здесь суть? Кстати, некоторые по-моему немножко кривовато толкуют, здесь написано, ибо Господь Бог есть супруг твой, а в Ефесянах написано, ибо Христос как бы женится на церкви, типа некоторые здесь толковывают, вот папа женился на Израиле, а сына он женил на церкви, глупости это, это все об одном и том же говорится, это об одном и том же говорится, что когда Ешуа вернется, его связь, или связь Творца с людьми будет пронизывать людей, и когда зло перестанет разделять нас с ним, мы будем наполнены тем откровением, который когда-то Адам и Хава в Эдемском саду упустили, потому что были греховны, но что это все нам, что это нам дает, что это вся накрученная Леоном теория нам дает, если мы возвращаемся к Ефесянам в пятой главе, там говорится, как мужья любят жен, как жены подчиняются своим мужьям или уважают их, если мы в наших нормальных семейных отношениях поднимаем и укрепляем взаимоотношения со своим супругой, супругою, то мы практически отражаем небеса и вверх, и вниз, и вверх, и вниз, и проецируем что-то небесное туда. Это крайне тяжело делать. Каждый муж знает, что это крайне тяжело делать, и каждая жена знает, что это крайне тяжело делать, потому что каждый из нас имеет достаточно пирпеля, каждый из нас имеет достаточно перца, который мы хотим другому подсолить, и подперчить, и завести, и подколоть. Но пусть Господь поможет нам, и Писания помогут нам, чтобы мы держали и укрепляли наш брак, и когда у нас не хватает сил, призывали Господа, как третью составляющую нитку нашего брака, чтобы Он укреплял и делал наш союз благословенным. и знайте, что ваш брак будет отражать небеса. Некоторые меня спросят, а если супруг мой неверующий, что же мне делать? Первое, ты выбрал такого, или так случилось? Второе, что делать? Писания говорят, не оставляй супруга своего, почем знаешь, не привлечешь ли ты его к откровению спасения, не спасешь ли супруга и супругу свою. Что для этого нужно делать? Побольше молиться. То есть, если два супруга верующих, нужно поменьше молиться, и так все как бы хорошо. А вот когда один, вам приходится побольше. Но как? Он же мне не дает молиться, он все время передачи по телевизору меняет. Здесь я задам себе вопрос, а может быть ты меняешь больше, чем он? Больше молись за него и проси у Бога, как быть ему явным свидетелем или свидетельством жизни. Почем знаешь, не привлечешь ли ты его, потому что в другом месте написано, Иисус Навин говорит эти слова, они потом в другой интерпретации повторяются в Новом Завете, а я и дом мой будем служить Господу, а я и дом мой будем служить Господу. Сейчас очень вкратце. Три тайны мы сегодня с Ефесянами разобрали. Первое, что наш Машиах это не только политически религиозный лидер и кудесник, он еще соединяет под своим авторитетом духовный мир. И нам стоит призывать его имя во многие обстоятельства своей жизни, чтобы он исправлял нас. Второе, Бог не только Израиль любит, но через Ешуа усыновляет также язычников. И здесь каждому из нас нужно спроситься себя, а в чем моя роль? А я являюсь ли я нормальным свидетельством всему этому? Вы знаете, что если нельцеприятно в зеркало мы посмотрим, то я думаю, что каждый из нас не дотягивает. Любой, без исключения. Но если мы не задаемся этим вопросом и не просим Боже, помоги мне быть свидетелем имени Ешуа для Иудея вначале и для Елена во-вторых, как написано в Писании, то у нас проблема будет. И я для нашей общины особенно хочу сказать, наши люди довольны верой, но иногда мы самодостаточны, а нам нужно смотреть немножко дальше. Я призываю сейчас каждого из вас, чтобы вы могли подумать, каким образом я могу быть свидетельством другому человеку. Ведь написано об этом «Возвестите имя мое до края земли». Третье наш брак, он отражение небес. Все очень просто, все очень таинственно, все над этим нужно работать. Пусть Бог поможет нам над этим работать. Давайте сейчас мы все встанем и помолимся вместе. Творец, который царь всех. Вроде бы тайно, а вроде бы и не сложно. Вроде бы тайно, а вроде бы доступно. Прошу тебя, Господь, помоги каждому из нас соответствовать статусу людей, которых ты приблизил к себе, приблизил, оправдал, избавил и даешь путь. Помоги нам во имя Ишуа Мессии быть свидетелями, быть людьми, которые молятся и спрашивают небес во имя Ишуа решение многих проблем. И помоги нам быть хорошими семьянинами, чтобы наши семьи были светом. Я молю тебя, Господь, за новообразовавшиеся семьи в нашем собрании, за новые семьи, за тех, кто по пути жениться или выйти замуж. Я прошу тебя, Господь, что ты благословил их правильными супругами, чтобы каждый из них мог развивать веру в своем доме. Дай мудрость каждому свою. Дай мудрость каждому свою, как веру развивать. Я прошу тебя, Господь, благослови наш Кагаль. Я знаю, что сейчас есть люди, которые болеют, которые вирусы укрепи, и стили, и помилуй. Мы воздаем тебе хвалу, Отец. Башем Ишуа Амашех. Амин. Ибарек леха, Идонай, иишмиреха. Иаэр Идонай, панавелеха, иихонеха. Иса, Идонай, панавелеха, иишем леха шалом. Башем Ишуа Амашех. Веймру Амин. Шаббат шалом, шабуа Готов всем.